Жизнь вне города, под открытым небом, при свежем воздухе, в деревне. Вот первое условие земного счастья, писал Лев Толстой. За счастье ему не только возвращаются на село молодые люди. В Чебоксарском районе вот уже несколько лет успешно работает крестьянско-фермерское хозяйство, организованное Сергеем Михайловым. Сергей Михайлов всю жизнь прожил в деревне. С годами понял, что уезжать из родного села не хочет. Десять лет назад решил начать свое дело. Построил ферму, закупил коров, технику. Признается, вначале было трудно. Рабочих рук не хватало. Теперь спустя годы коллектив значительно увеличился и появилась возможность расшириться. Из 75 человек животного у нас работает, половина из них молодежи у нас работает. Средний возраст 35 лет. На последний день у нас 5 человек, 5 дойеров пришли работать на челе. Молодые, неженатые. Когда молодежь, все это хорошо работает. Развиваемся. Планы у нас еще на 600 дойных стадо в этом году хотим коровник построить, запускать. С самого раннего утра здесь кипит работа. Рабочий день животновода Алены Савельевой начинается с запода телятника. Подъем ранний. Надо проверить температуру, накормить, осмотреть животных. Не заболели ли? А 22-летний механизатор Вячеслав Михайлов пришел работать сюда сразу после окончания морпосадского училища. Признается, доволен и зарплатой, и условиями труда. Каждый день на кормораздачке работаю. Новый трактор дали, агрегат. Каждый день кормлю коров. С 7.00 начинается работа, 16.00 заканчивается. Все молодежь тут собрались, работаем. Старых слушаем, учимся. Недавно коллектив пополнила и Сильва Антонова. Не раздумывая долго, она с мужем и тремя детьми быстро поменяла городскую прописку на деревенскую. И ничуть об этом не жалеет. Как молодой специалист воспользовалась господдержкой. Подъемные оказались очень кстати. Я получила субсидию в размере 1 миллиона 135 тысяч. И построили мы с мужем дом. У нас трое детей. Это большой плюс. Я работаю и к тому же еще получаю достойную зарплату. Здесь это лучше намного, чем ипотека. Не я плачу уже, а мне еще платят. И работа доставляет мне огромное удовольствие. С животными я люблю заниматься. Получить материальную помощь было несложно, признается Сильва. Написать заявление и собрать небольшой пакет документов. К слову, по примеру, с Сильвы в республике уже поступили почти 5000 семей. Именно они приняли участие в программе господдержки в нашей республике. Для молодых специалистов требования, либо молодая семья, либо молодой специалист здесь не принципиально. Он должен постоянно проживать в сельской местности, постоянно работать по трудовому договору, либо осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности. Кстати, воспользоваться этой мерой поддержки могут и студенты, выпускники, которые хотят работать в сельской местности. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.